Гонки на выживание, или как еще их называют, контактный автокросс, один из любимых видов спорта в Ленинском округе. Как известно, задача каждого гонщика – как можно быстрее прийти к финишу, по пути мешая машинам соперников посредством ударов, конечно же. Однозначно, спорт не для всех, даже зрители здесь не из робких, любят пущекотать свои нервы. Это азарт, адреналин, азарт, очень интересно. Это просто зрелищно, страшно и зрелищно. Они же как-то сделали так, чтобы сильно не повредились. На дороге так не покатаешься, а тут вроде как экстрим. Нравится то, что они ездят и они побеждают некоторые. Участие в гонках приняли не только жители муниципалитета. За первое место боролись также спортсмены из Москвы и Домодедова. Всего на трассу выехало 16 участников, шесть из которых были сняты с дистанции перед финалом. Я представляю Ленинский городской округ. Нас на самом деле жаль, что нас так немного по сравнению с коллегами из Домодедова. Но тем не менее мы представлены здесь командой. Занимаюсь я относительно недавно и в сравнении с коллегами, которые остальные здесь участвуют, у них там десяток лет опыта. У меня полтора года. Однако на трассе не только опыт играет роль. Важна внимательность и реакция пилота. Наверное зимой нужно больше рулежки, потому что едем по голому льду и будет такое соперничество. Чуть-чуть потише, но нужно владеть автомобилем. Машины участников собираются по особым правилам. За основу берется стандартный кузов, варится внутренний каркас безопасности, форсируется двигатель, ставится спортивная коробка передач. С внешней стороны конструкция обшивается металлом. Все стеклянные пластиковые части, которые могут сломаться, разбиться, отвалиться, все, естественно, снимается. Устанавливается спортивное сидение, спортивные ремни пятиточечные. И получается настоящий спортивный палит. Мощностью у кого-то 130, у кого-то 150 лошадиных сил. И тут участники делятся на два лагеря. Кто-то строит гоночную машину своими руками, а кто-то обращается к профессионалам. Семья Юлии Соколовой, единственной девушке-пилота на гонках, увлечена этим спортом около 10 лет. Машина участницы соревнований собрал ее старший сын. На гонках же в роли техника выступил младший – Павел. Если честно, мне кажется, нет границ. Мужчины и женщины не разделяются, мне кажется. Здесь, потому что, ну, конечно же, да, ко мне на трассе относятся более снисходительно, чем друг другу, ребята. Но, тем не менее, на уровне. Стараемся быть, догоняем. Однако гонки на выживание – это не только заряд эмоций, азарт и экстрим. Это и постоянный ремонт машин между заездами, и аварии за каждым поворотом. Одна из самых массовых произошла во время второго заезда. Ну, вот три круга я там простоял. Костя меня, он зацепился за мою машину, не мог выехать. Потом его вытащили. Ну, я отцепился, потому что я так прикинул, что лучше хоть каким-нибудь приехать, чем никаким. Гонки продолжались несколько часов. По итогам соревнований первое место взял Антон Рыжиков, выступивший под номером 88. Второе и третье места заняли Сергей Клеменков и Анатолий Кириллов. Тех, кто не попал в призы, это не расстроило, ведь это не последний заезд в этом сезоне. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого.